С наступлением холодов у многих горожан возникают проблемы со здоровьем. Количество больных, обратившихся к врачу-терапевту, растет с каждым днем. В это время болеют все, и взрослые, и дети. По словам главврача Конаковской ЦРБ Александра Гуренко, на прошлой неделе всего за один день врачи выехали на 100 вызовов. Жалобы следующие. Небольшие боли в области ротоглотки, в области горла, температура 38-38,2. Ну, в принципе, и все. Головные боли. Значит, то, что мы уже осмотрели и верифицировали диагнозы гриппов, гриппа у нас нет. У нас есть острая респираторно-вирусная инфекция без гриппа. Но сезонная заболеваемость, вот сейчас она отмечается. По-видимому, связано это... Да, повышение заболеваемости, конечно, сейчас отмечается. Я это связываю с морозами. В отличие от гриппа, почти все формы ОРВИ развиваются постепенно. Поэтому простуду можно остановить на начальной стадии. В течение первых двух-трех дней человек ощущает себя разбитым и усталым. Затем появляется боль в горле, насморк и температура. При появлении этих признаков необходимо обратиться к врачу. Во взрослой поликлинике у нас работает достаточное количество терапевтов. Но все равно у нас ощущается дефицит терапевтов на терапевтических участках. Но дела обстоят гораздо лучше, чем обстоят на сегодняшний день в детской поликлинике. В детской поликлинике на сегодняшний день работает 4 участковых терапевта, вернее не терапевта, а педиатра. Поэтому я тоже хочу сказать населению города Конаково о том, чтобы мы с вами постарались не злоупотреблять своим правом вызова на дом. Потому что у нас вызова обслуживают 2 педиатра, каждый в день обслуживает от 50 до 80 вызовов. Совместно с администрацией Конаковского района на сегодняшний день разрабатывается программа по привлечению и закреплению кадров в городе Конаково. Уже было первое чтение, сейчас программа находится на доработке.